привет друзья сегодня у нас обзор хорош человек мне выменял китайскую вариацию на 710 бенч значит с карбоном его уже не продают я посмотрел на алиэкспрессе не продают вот такую версию продают же есть и как бы в принципе этих версий много они отличаются по качеству поэтому ну я оставлю ссылку кому интересно на версию g10 но мне кажется что это просто нет смысла в этом особенно потому что качество это китайская рулетка и то есть это была отдельная партия и качество вот этого ножа она будет отличаться в том что я посмотрел обзор других людей и они говорят что ну качество средненькое вот у этого ножа получше качество я бы не сказал что он средненько она очень даже неплохое так давайте сразу пройдемся по нему значит это китайский нож не надо об этом забывать и правило youtube у нас соблюдать поэтому он меня вот с таким такой бумажкой вот значит вот такая вот у нас красота же не говорит что у нас подводы разные я собственно говоря на это особенно внимание не обращаю женя это хороший человек который мне его выменял спасибо ему большое и вообще спасибо всем хорошим людям действительно фанатам действительно увлеченным людям они которые думают лишь бы заработать денег деньги вообще погубят всю идея весь энтузиазм как и все весь кайф от нажимания назовем ее нажимание хотя мне кажется это больше близко к филатализма нежели к маней вот но вот финансовая заинтересованность она конечно губит просто это наше увлечение что люди искажают информацию и в принципе уже там рекламируют какие-то провальные вещи ладно я увлекся извиняюсь так пройдемся еще разок так наболело просто карбон карбон настоящий как видите на спилах видно что это карбон они клеены g10 как китайцы любят насечки насечки очень неплохие мне нравится банки банки нас голубые значит выселом у нас стоят две медные шайбы медные или бронзовые точно не знаю но они у нас такие толстенные шайбы стоят я разбирать его не буду уже как-то я посмотрю может быть фотографировал нет он мне фотографировал значит я бы сказал что механика у него была на четверочку с минусом после того как я забрал его и отполировал шайбы стал вот прям пятерочка не с плюсом не с плюсом могут прям пять но может быть пять с минусом то есть нож уверенно заскакивает отлично выбрасывается и можно его в принципе снизу отстрелить бы и сверху на минимальный люфт значит вот на аксисе горизонтального люфта практически нет может небольшой но вертикально есть тоже небольшой но он такой всегда будет если вы будете вот стоянные баловаться так открывать закрывать то не он немножечко ослабевает вот но я все равно поставил механики вот после полировки шайб утром пять с минусом вполне опять пять минус вот что еще значит что еще я посмотрел обзор саша вининула он делал обзор на оригинальный 710 у него вот когда он забрасывает у него как на китайском чебаргане он ударяется и отскакивает назад лезвие то есть вот такого в китайской версии нет он уверенно заскакивает каких вот выбросов обратно нету то есть пружина его держит хорошо и обратно его не выпускают даже если сильно ударяю давайте ведь обратно не выскакивает очень уверен качество исполнения ну прям пять с минусом даже ебска поставил 5 но вот же не говорил что здесь где-то у нас неровно подводным и вот это вот это он имел ввиду наверное вот это но это на самом деле и оригинальный производитель этим грешит вот единственное что у у саши вининула у него тонко сведен клинок sd2 здесь у нас тоже d2 стоит хоть и маркировка s30v так ну а здесь d2 сведен этот китайский нож потолще что еще в принципе сам нож нормальный я ожидал худшего честно говоря не он меня вот когда только я увидел вроде как у прикольный но я вот так вот рассмотрел его и в руках подержал как-то нейтрально вот но здесь просто так решил посмотреть его поближе так скажем был удачный обмен вот значит здесь у нас рекор войдет клинок достаточно длинной но собственно говоря все его знают уже все эти ттх они не отличаются от оригинальной модели вот здесь у нас еще облегчение такой мощный идет так ножичка руки не кажется тяжелым при этом достаточно длинный клинок так давайте значит что еще здесь у нас ровно показать как все заходит заходит то есть он заходит достаточно уверенный принципе клинок вполне уверен есть небольшой люфт так что еще хорошего здесь можно конечно под закруглить фаски нету совершенно не знаю же не снимал ее или она такая была но нож на удивление очень я прямо думал что надо скруглять его нет вполне комфортно и такой нормально значит работаем не работал поэтому что значит пока вот в этом плане сказать не могу давайте или сравним его с крысой для понимания габаритов так вот так вот он несмотря на то что он в принципе в размере крысы но вот тут клинок у него просто на голову выше вот это вот вот это место которое у крысы она пропадает здесь она используется как раз то есть если мы берем вот так вот то мы видим как раз что вот это вот место она как раз используется вот так ведь и так давайте значит и приложу ли понимаем люди прям сантиметр ручку у нас такая же даже чуть поменьше по толщине у нас наверно такая же как крыса у меня просто на тюнин и немножко крыса то есть толщина у нас чуть поменьше моими на версии так значит что еще вес у него 136 грамм принципе нормальный вес до 150 здоровый ножище такой нормальный помню так нормально так толщина 32 миллиметра я намерил сведение 07 ну вот сведение подкачала сведение подкачала достаточно толстоватый но такой вот он это рекуру он такой по реальный больше но не по реальне такого универсальный какой-то наверно вот ну вот такой прикольный ножчик я наверное не буду не резать не строгать потому что ну таких принципе все равно версии не продается есть только же здесь в общем то давайте порежем по строгаю чтобы все-таки сложить ладно порежем по строгаю что сложили вы свое мнение об этом ножа до добавлю еще значит на оригинальном 700 10 была проблема то что при инерционном забрасывание клинка клинок бился бонку здесь такого нету никаких засветов не наблюдается и в принципе железка достаточно приличный вот давайте закрою хотя вот знаете на бонке будет видно или нет вот видите что там посудрано но на клинке за . заводская и как видите но нету ничего вот да и так собственно говоря вот забраться я не чувствую удара и в принципе тут запас достаточно много то есть до бонке еще нам дорогая сколько ну в общем я не вижу вот этого вот удара а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Где-то в районе вот этого вот, давайте посмотрим точнее, ну где-то да, где-то вот здесь вот, или в клипсе, или вот в этом таком переходе, мне начало наминать мизинец. Вот, потому что он длинный такой, получается и рычаг вот такой мучный, но в принципе я доводил. Нормально, да, если что-то надо будет застрогать, то вполне нужно сделать с этой рекуровой, нормально вполне, она не такая, не явно вынуждена. Вот так. Ну, похуже стал хватать, бумага клеит. Ну, значит здесь, ну мне кажется, что здесь не годуло, потому что, хотя вот так по ощущению, вроде он в принципе нормально заточен, но как видите, вот бумага, он и так не очень хорошо ее хватал. Ну, видимо, четко все-таки подзакупился. Вот, надеюсь, вы смогли сложить свое мнение об этом наборе.